Приветствую вас! Вы знаете, не совсем понятно, кому вы задаете вопрос свой, да? То есть, либо вы задаете свой вопрос эзотерикам, либо вы задаете вопрос психологам, либо вы задаете свой вопрос юристам, потому что, ну, вот, наверное, про эзотериков я зря, а вот про психологов и про юристов, это, пожалуй, самое-самое то, вот. Потому что, ну, какие доказательства, да, освидетельствования и так далее, это всё-таки больше про юриспруденцию, на самом деле, нежели чем про психологию, потому что всё-таки психологи, да, они больше про проблемы и конфликты, нежели чем про доказательства какие-то, вот. Доказательства это то, что, ну, скорее нужно, там, врачам, например, да, или кому-то ещё, вот. Я думаю, что вот так, я думаю, что вот так можно вам ответить на это. Дальше идём. Если говорить о том, значит, ну, что вот доказательства, да, то доказательства какие и для чего доказательства. Что это доказательства, кому вы хотите предъявить эти доказательства. Вот то, что для меня лично здесь вот непонятно в вашем тексте. То есть доказательства, кому вы хотите предъявить и для чего. Вот. Это, я надеюсь, понятно. Следующий аспект. Обратите внимание на определённую противоречивость ситуации, значит, которая сложилась. Противоречивость ситуации заключается в следующем. С одной стороны, больной человек, то есть человек реально больной какой-либо психической болезнью, в принципе не может никому, ни над кем издеваться. Потому что издевательство, это действие именно здорового человека психически. Когда как больной психический человек именно издеваться не может. Вот. То есть именно издеваться конкретно психически больной человек не может. У него для этого нет, ну, ресурсов для этого. Он не издевается таким образом. Человек. Человек таким образом не издевается. Человек таким образом скорее просто, ну, пытается, возможно, достичь каких-то своих целей. Человек. То есть либо себя защитить, либо что-то ещё. Ну, вот, из этой серии, из этой серии и про это всё речь идёт. С другой стороны, с другой стороны, значит, доказательствами могут служить аудио-видео файлы. У нас здесь, соответственно, запись разговоров. Наличие или отсутствие вреда. Ну, то есть если вот в результате действий каких-то человек, значит, испытывает вред. Ну, это может быть вред, например, лично вам. Это может быть вред, например, ну, другим людям. То есть не важно, не важно кому это вред. То есть для того, чтобы были доказательства, необходима причинно-следственная связь между действием человека, да, между его действиями и наличием вреда. Вот, по сути. Вот это то, что необходимо для доказательства. Вот. Подробные доказательства, равны какие описания, да, могут быть использованы, например, для освидетельствования у врача того же. для психотерапевта и психиатра. Вот. То есть можно сказать, вот, ну, так и так, вот. Такая история. У нас вот есть такой человек, он вот ведет себя так-то, 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 вот, негативно, болезненно для, скажем, болезненно для вас. Вот. Для нас, точнее, болезненно. Вот. И, соответственно, мы не знаем, что делать. Вот. То есть, как бы, есть вред, да, а что, как бы, ну, а что делать, непонятно, непонятно. Вот. Знаете, какая история. Вот. Пожалуй, это единственное, что вы можете, что вы можете сделать в этой ситуации. Пожалуй, это абсолютно единственное, что вы можете сделать. Вот. Больше, мне кажется, вариантов совершенно нет. Вот. Понимаете? Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что, значит, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.